1 Паралипоминон, глава 18. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также мавитян, и сделали с мавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адраазара, царя Сулфского в Ямафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него тысячу колесниц, семь тысяч всадников и двадцать тысяч пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только сто. Сириане Дамаске пришли было на помощь Адраазару, царю Сулфскому, но Давид поразил двадцать две тысячи сириан. И поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделали сириане рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у раба Адраазара, и принес их в Иерусалим. А из Тевхафы, икуны городов Адраазаровых, взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон взял медное море из столбы и медные сосуды. И услышал фой царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазара, царя Сулфского, и послал Ярама сына своего к царю Давиду приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его. И в Афой был в войне с Адраазаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которые он взял от всех народов, от Идумиян, Мавитян, Аманитян, Филистимлян и от Амаликитян. И овеса сын Саруин поразил Идумиян на долине Солиной 18 тысяч. И поставил Идумиян охранное войско, и сделали все Идумиян рабами Давиду, Господь помогал Давиду везде, куда он не ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. И Аф сын Саруи был начальником войска, и Асав сын Ахилуда дея писателем, Садок сын Ахитува, и Авимилех сын Авиафара священниками, а Суса писцом, в Анея сын Яадая над Хилифеями и Филифеями, а сыновья Давидовы первыми при царе. Первое параллепоменон, глава 19. После сего умер Наас царь Аманицкий, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид, окажу я милость Аннону сыну Наасову за благодеяние, которое отец сего оказал мне. И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аманицкую, к Аннону, чтобы утешить его. Но князья Аманицкие сказали Аннону, неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее? И взял Аннон слуг Давидовых, и обрел их, и обрезал одежды их наполовину, дочь резул, и отпустил их. И пошли они. И донесено было Давиду о людях сих. И он послал им навстречу, так как они были очень обесчищены. И сказал царь, останьтесь в Верихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. Когда Аманитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Аннон и Амитяне тысячу талантов серебра, чтобы нанять себе колесницы и всадников из Сирии Месопотамской, из Сирии Мааха и из Сувы. И наняли себе 32 тысячи колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом пред Медевою. И Аманитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иава со всем войском храбрых. И выступили Аманитяне, и выстроились к сражению ворот города Ацари, которые пришли отдельно в поле. И Аав видит, что предстоит ему сражение, спереди и сзади избрал воинов из всех отборных в Израиле. И выстроил их против Сириян, а остальную часть народа поручила вести брату своему, чтобы они выстроились против Аманитян. И сказал, если Сирияне будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если Аманитяне будут одолевать меня, то я помогу тебе. Будь мужествен и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего. И Господь пусть сделает, что ему угодно. И вступил Иав, и люди, которые были у него в сражении с Сириянами, и они побежали от него. Аманитяне же, увидев, что Сирияне бегут, и сами побежали от Овесы брата его, и ушли в город. И пришел Иав в Иерусалим. Сирияне, видя, что они, пораженные израильтянами, отправили послов и вывели Сириян, которые были по ту сторону реки. И Савак, военачальник Адра Азаров, предводитель Салими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан, и, придя к ним, выстрелся против них. И вступил Давид в сражение с Сириянами, и они сразились с ним. И Сирияне побежали от израильтян. И истребил Давиду Сириян семь тысяч колесниц и сорок тысяч пеших. И Савак, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адра Азара, что они, пораженные израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему. И не хотели Сирияне помогать более аммонитянам. 1 Паралипоменон, глава 20. Через год в то время, когда царь выходит на войну, вывел Иав в войско, и стал разорять землю амонитян, и пришел и осадил Раву. Давид же оставался в Иерусалиме, и Иав завоевал Раву, разрушил ее. И взял Давид венец царя из головы его, и в нем оказалось весу талант золото. И драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида, и добычи очень много вынес из города. А народ, который был в нем, вывел и умершлял их пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами аммонитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. После того началась война с филистимлянами в Газире. Тогда Савахай, хушатянин, поразил Сафа, одного из потомков рифаимов, и они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Илханан, сын Иаира, поразил Лахме, брата Голиафова, гифянина, у которого древко, копья было, как на вой у ткачей. Было еще сражение в Гефе. Там был один ростый человек, у которого было по шести пальцев, всего двадцать четыре. И он также был из потомков рифаимов. Он поносил Израиля. Но Иоаннафан, сын Шима, брата Давидова, поразил его. Это были родившиеся от рифаимов в Гефе. И пали от руки Давида, и от руки слуг его. Первое. Паралипоменон. Глава двадцать первая. И восстал сатана на Израиле, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Яаву и начальствующим в народе, пойдите и счислите израильтян от Версави до Дана, и представьте мне, чтобы я знал число их. И сказал Яаву. Да умножит Господь народ свой во сто раз против того, сколько есть его. Не все ли они, Господин мой, царь, рабы Господина моего? Для чего же требует всего Господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю? Но царское слово превозмогло Яава. И пошел Яав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Яав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян тысяча тысяч, и сто тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев четыреста семьдесят тысяч, обнажающих меч. А левитов и венемитян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Яаву. И неугодно было в овощах Божьих дело сие, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу, весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно. И говорил Господь гаду прозорлився у Давидову, и сказал, пойди и скажи Давиду, так говорит Господь. Три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя. И пришел гад к Давиду и сказал ему, так говорит Господь, избирай себе. Или три года голод, или три месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет достигать до тебя. Или три дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать, пославшему меня словом. И сказал Давид гаду, тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие. И послал Господь язву на Израиле, и умерло израильтян семьдесят тысяч человек. И послал Бога ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о всем бедствии. И сказал ангелу-истребителю, довольна. Теперь опусти руку твою, и ангел же Господень стоял тогда над гумном орны его сиянина. И поднял Давид глаза свои, увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои. И сказал Давид Богу, не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло, а эти вовсы что сделали? Господи Боже мой, да будет рука твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе твоем, чтобы погубить его. И ангел Господень сказал гаду, чтобы тот сказал Давиду, Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу на гумне орны его сиянина. И пошел Давид по слову гада, который он говорил именем Господнем. Орна обратился, увидел ангела, и четыре сына его с ним скрылись. Орна молотил тогда пшеницу. И пришел Давид к Орне. Орна взглянул и, увидев Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне, отдай мне место под гумном. Я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа. И сказал Орну Давиду, возьми себе, пусть делает господин мой царь что ему угодно. Вот я отдаю и валов на все сожжения, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношения. Все это отдаю даром. И сказал царь Давид Орне, нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во все сожжения, взятого даром. И дал Давид Орне за это место шестьсот сиклиси золота. И соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознесся сожжение и мирные жертвы. И призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения. И сказал Господь ангелу, возврати меч твой в ножны его. В это время Давид, видя, что Господь услышал его на гумне Орна и его сиянина, принес там жертву. Скини же Господне, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения, находились в это время на высоте, в то время в Гаваоне. И не мог Давид пойти туда, чтобы взыскать Бога, потому что устрашен был мечом ангела Господня. И сказал Давид, вот, дом Господа Бога, и вот жертвенник для всесожжения Израиля. И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения Дома Божия. И множество железа для гвоздей к дверям ворот, и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу. И кедровых деревьев без счета, потому что седоняне и тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев. И сказал Давид, Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение перед всеми землями, и так буду я заготавливать для него. И заготовил Давид до смерти своей много. И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву. И сказал Давид Соломону, сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне, и сказано, ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю перед лицом моим. Вот, у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой ото всех врагов его кругом, посему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моего, и он будет мне сыном, и я ему отцом. И утвержу престол царства его над Израилем навек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобой уж, чтобы ты благоуспешен был и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем, и соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов серебра. А меди и железу нет веса, потому что их множество. И дерева, и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело. Золоту, серебру и меди и железу нет счета. Начни и делай. Господь будет с тобою. И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону сыну его. Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон, потому что Он предал в руки Моих жителей земли, и покорилась земля перед Господом и перед народом Его? Итак, расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа, Бога нашего, вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ко всех заветах Господни и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню. 1 Парапаминон, глава 23. Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона и собрал всех князей Израилевых, и священников, и левитов. И исчислены были левиты от тридцати лет и выше, и было число их, считая поголовно, тридцать восемь тысяч человек. Из них назначены для дела в доме Господнем двадцать четыре тысячи, писцов же и судей шесть тысяч, и четыре тысячи привратников, и четыре тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. И разделил их Давид на череды по сынам Левия, Герсону, Каафу и Мирари. Из Герсонян, Лаэдан и Шимей. Сыновья Лаэдана, первые Иехиил, Зефам и Аиль трое. Сыновья Шимея, Шаламим, Хазиил и Гараи трое. Они главы поколения Лаэдановых. Еще сыновья Шимея, Иахав, Зиза, Иешум и Берия. Это сыновья Шимея четверо. Иахав был главным, Зиза вторым, и уж Иберия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца. Сыновья Каафа, Амран, Изгар, Хеврон и Азиил четверо. Сыновья Амрама, Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящениях о святом и святых. Он и сыновья его навеки, чтобы совершать курение перед лицем Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. А Моисей человек Божий и сыновья его, причтенных к колену Левиину. Сыновья Моисея и Герсон и Ильязер. Сыновья Герсона первые были Шивуил. Сыновья Ильязера были первые Рихавия. И не было у Ильязара других сыновей. У Рихавии же было очень много сыновей. Сыновья Ильязгара. Первый Шаламив, сыновья Хеврона. Первый Иерея. И второй Амарий. И третий Иехазиил. И четвертый Иакаман. Перечисление. Вот сыновья Левиины по домам отцов их, главы семейств, по именному исчислению их поголовно, которые отправляли дело служения в доме Господнем от двадцати лет и выше. Ибо Давид сказал Господу, Бог Израилев дал покой народу своему и водворил его в Иерусалиме навеки. И левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней. Посему по последним повелениям Давида исчисленный левит от двадцати лет и выше, чтобы они были при сынах Аароновых для служения дому Господню, во дворе и в пристройках для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при доме Божьем. Для наблюдения за хлебами предложения и пшеничной мукой для хлебного приношения и пресными лепешками, запеченным жареным изо всякой меры и весом. И чтобы становились каждое утро благодарить и словословить Господа так же и вечером. И при всех всесожжениях возносимых Господу в субботы, в новомесячи и в праздники по числу, как предписано о них постоянно перед лицем Господа. И чтобы охранялись скинию откровения и святилища и сынов Аароновых братьев своих при службах дому Господню. 1 Паралипоменон, глава 24 И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона, Надав, Авиуд, Илеазар и Ифамарь. Надав и Ауд, умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них. И потому священствовали Илеазар и Ифамарь. И распределил их Давид, Садока и сыновей Илеазара и Ахимелеха и сыновей Ифамара поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Илеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так. И сынов Илеазара, 16 глав семейства сынов Ифамара, 8, распределил же их по жребию, потому что главными во святилище и главными перед Богом были и сынов Илеазара и сынов Ифамара. И записывал их Шимая, сын Нафанаила, писец из левитов, перед лицем царя и князей, и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара. И перед главами семей священнических и левитских брали при бросании жребия одно семейство из рода Илеазарова, потом брали из рода Ифамарова. Перечисление. Вот порядок их служения, их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона, отца его, как заповедовал ему Господь Бог Израилев. У прочих сыновей Левия распределение, и сыновей Авраама, Шуваил, перечисление. Брат Михи Иши, и сыновей Иши Захарии, перечисление. Сыновья Муши, Махли, Эдер и Еремов. Вот сыновья левитов по поколениям их. Бросали они и жребий наравне с братьями своими сыновьями Ароновыми, перед лицем царя Давида и Садока, и Ахимелеха, и глав семей священнических и левитских. Глава семейства наравне с меньшим братом своим. Первое про Липоменон, глава 25. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Дюфана, чтобы они провещевали на цитрах, псалтирях и кимвалах, и были отчислены на дело служения своего. И сыновей Асафа, Захкур, Иосиф, Нефания и Ашарелла, перечисление. Все эти сыновья Емана прозорли в Сосарского по словам Божьим, чтобы возвышать славу его. И дал ему Бог Еману четырнадцать сыновей и трех дочерей. Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божьем по указанию царя и Леосафа, и Дефуна, и Емана. И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих сие дело, двести восемьдесят восемь. И просили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учительный наравне с учениками. И вышел первый жребий Асафу, жребий для Иосифа, второй, Гидалия с братьями его и сыновьями его, было двенадцать. Третий и полное перечисление, двадцать четвертый, Ромам Тиезеру с сыновьями его и братьями его, двенадцать. Первая параллель Паминон, глава двадцать шестая. Вот распределение привратников из Кореян, Маше Лемия, сын Кореи, сыновей Асафовых. Перечисление. Вот распределение привратников по главам семей, способных на службу вместе с братьями их для служения в доме Господнем. И бросили они жребий, как малый, так и большой, по своим семействам, на каждые ворота. И выпал жребий на восток Шелемии, и Захарий, сыну его, умному советнику, бросили жребий и вышел ему жребий на север. А ведь едому на юг, а сыновьям его, прикладовых, шупиму и хоси на запад, у ворот Шалехет, где дорога поднимается, и где стража против стражи. К востоку по шести левитов, к северу по четыре, к югу по четыре, а у кладовых по два. К западу у притвора на дороге по четыре, а у самого притвора по два. Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мирариных. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами дома и Божия, и за сокровищицами посвященных вещей. Сыновья Лаидана, сына Герсонова от Лаидана, главы семейств от Лаидана Герсонова и Ихиел. Перечисление. У брата его Илеазера, сына Рихавия, у него сын Иисая, у него сын Ярам, у него сын Зихрия, у него сын Шаламив. Шаламив и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств, и тысяченачальники, и стоначальники, и предводители войска. Из завоевания и из добычи они посвящали на поддержание Дома Господня. И все, что посвятил Самуил, пророк, и Саул, сын Киса, и Венир, сын Ира, и Иав, сын Саруи, все посвященное было на руках у Шаламива и братьев его. Из племени Изгарова, Хинания и сыновья его, определенные на внешнее служение узрельтян, писами и судьями. Из племени Хевронова, Хашавия и братья его, люди мужественные, 1700, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, со всеми делами служения Господне и по службе царской. У племени Хевронова и Ирия был главою Хеврония в их родах, в поколениях. В сороковой год царствования Давида они исчислены и найдены между ними люди мужественные в Язере Галацком. И братья его, люди способные, 2700, были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым с Гадовым и Гадовым и полуколеном Монастейным. По всем делам Божьим и делам царя. 1 Параллепоменон, глава 27. Вот сыны Израилева по числу их главы семей, тысячи начальники, сто начальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц, во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 тысячи. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иоашавам, сын Завидеила. В его отделении было 24 тысячи. Перечисление. Над крупным скотом и пасущимся в Шароне Шитрай Шаронянин, а над скотом в долинах Шафат, сын Адлая. Над верблюдами Авиил Исмаильтянин, над Аслицами Иехдия Меранифянин. Над мелким скотом Иазис Агаритянин. Все это были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Иоаннафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. Ихиил, сын Хохмониев, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя. Хусий, архитянин, другом царя. После же Ахитофела Иодай, сын Ванеи. Иовиафар, Аиав был военачальником царя. Первый параллепоменон, глава 28. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и сто начальников, и заведовавших всем имением, и стадами царя, и сыновей его, с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои, и сказал, послушайте меня, братья мои, народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега Завета Господня и в подножие ногам Бога нашего. И потребное достроение я приготовил. Но Бог сказал мне, не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома моего отца, чтобы быть мне царем над Израилем вечно. Потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дома отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. И всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне, Соломон, сын твой, построи дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. И утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. И теперь перед очами всего Израиля собрание Господне и во уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. И отлил Давид Соломону, отдал сыну своему чертеж притвора, и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега. И чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божьей, сокровищниц вещей посвященных, и священнических и левицких отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господня, золотых вещей со значением веса для всякого из служебных сосудов, и дав золота для светильников и золотых лампад их со значением веса каждого из светильников и лампад его, Также светильников серебряных со значением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника. И золото для столов, предложение хлебов для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных, и вилок, и чаш, и крапильниц из чистого золота, и золотых блюд со значением веса каждого блюда, и серебряных блюд со значением веса каждого блюда. И для жертвенника курения из литого золота со значением веса и устройства колесницы золотыми херувимами, распортирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня. Все сие в письмене от Господа говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки. И сказал Давид сыну своему Соломону, будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для Дома Господня. И вот отделы священников и левитов для всякой службы при Доме Божьем. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники, и весь народ готовы на все твои приказания. И сказал царь Давиду, Давид всему собранию. Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен. А дело сие великое, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для Дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни, ониксы и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни и множество мрамора. И еще по любви моей к Дому Бога моего есть у меня сокровища собственные из золота и серебра, и его я отдаю для Дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для Святого Дома. Три тысячи талантов золота, золота Афирского, и семь тысяч талантов серебра, чистого, для обложения стен в домах. Для каждой из золотых вещей, и для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейства, начальники колен Израилевых, начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. И дали на устроение Дома Божия пять тысяч талантов, и десять тысяч драхам золота, и серебра десять тысяч талантов, и меди восемнадцать тысяч талантов, и железо сто тысяч талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали их в сокровищницу Тудома Господня, на руки Иехиилу, герсонитянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа перед всем собранием, и сказал Давид, «Благословен Ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство и слава от лица Твоего. И Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силой и могуществом, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, чтобы мы имели возможность так жертвовать. Но от Тебя все, и от руки Твоей, полученной, мы отдали Тебе. Потому что странники мы пред Тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. «Господи, Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для постройки дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердца и любишь чистосердечно. И от чистого сердца моего я пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой здесь, находящийся, с радостью жертвует Тебе. «Господи, Боже Авраам и Исаака и Якова, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломон, уже сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление». И сказал Давид всему собранию, «Благословите Господа Бога нашего». И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой после сего день, тысячу тельцов, тысячу овнов, тысячу агнцев, с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели и пили перед Господом в тот день с великой радостью, и в другой раз вассорили Соломона, сына Давидова, и помазали перед Господом в правителя Верховного, а Садока во священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинялись Соломону-царю. И возвеличил Господь Соломона перед очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царю Израиля. И Давид, сын Иесеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было сорок лет, в Хевроне царствовал он семь лет, и в Иерусалиме царствовал тридцать три года. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила, провидца, и в записях Нафана, пророка, и в записях Гада, прозорлипса. Равно и все все царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним и с Израилем, и со всеми земными царствами.